приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим про новинки мира танков которые нас ждут в следующем патче для начала это танк gothic warrior это клон vz 55 но на тесте его переделали барабанное орудие заменили на барабан с дозарядкой готовится большое событие в укреп районе в формате 7 на 7 это очередной вызов кланам система начисления очков и наград была пересмотрена а главной целью станет новый тяжелый танк 10 уровня из чехословакии gothic warrior системой до зарядки на два снаряда это танчик сделали нарисовали уже давно ну вот решили еще барабан переделать и теперь это видимо достойная награда для клановых бойцов я прошлый раз не играл в режим 7 на 7 в укрепрайонах как он там проходила круто или нет я не знаю напишите в комментариях видимо и в этот раз скорее всего не буду да и в целом я уже в клановые движухи наигрался время когда который я потратил на получение различных там десяток за гк это наверное самое бесполезное время которое потратил вообще очень долго душно и тяжело это все получается но вроде как вот этот режим 7 на 7 приятнее сделан за счет того что там есть клановый прайм-тайм где вы в конкретное время постоянно играете они сидите весь день но в любом случае нужен клан хотя бы который это играет для начала но в целом мне лично уже десятки получать не сильно хочется поскольку десятки все равно один из самых токсичных уровней и вся эта движуха на любителя танчик выглядит красиво наверное он даже крутой и классный но клановое мероприятие все равно это для очень маленькой узкой аудитории следующая новинка это 3d стиль молод сварожича позже как он жестко выглядит его добавляют для будущих игровых событий я так понимаю в следующем патче который называется темные сказки мы увидим его вот в каком виде за что и почему я думаю мы скоро узнаем стиль круто выглядит и это первый стиль с интерактивными отметками на стволе вот это реально можно стилем назвать а не ту чепуху которые рисовали до этого если вспомнить о чем разработчики рассказывали своих стримах и видосах еще в начале года то они стараются всяких там художников которые рисуют 3d стиле и все остальное именно нанимать брать на работу к себе в офис они на удаленке заказывать непонятно у кого и мы наверное по последним 3d стилем видим результаты что они гораздо сочнее и круче поскольку вот это выглядит реально прям эпично люблю когда она стильная они просто навали на кучи кучи непонятных текстур еще этот мангал сзади это вообще жесть наверное еще и какой-то звук особенный будет у этого стиля я так понял вот этот вот мангал сзади видимо эта кузница в которой куют мечи по крайней мере они оттуда торчат этот мангал видимо когда вы разгоняетесь разгорается и искры летят во все стороны а когда вы стоите то мангал затихает но приятно согревает но эти светящиеся лавовые отметки это вообще жесть реально за такие стили хочется похвалить это реально круто лично на мой вкус это обалденно вот такие стили хочется сказать что можно задуматься о том чтобы что-то такое купить может быть конечно это вкусовщина именно в таком стиле не всем понравится но нельзя не согласиться что она выполнена вообще обалденно вот именно в той задумке в том стиле в котором она есть да возможно кому-то больше одной направленности нравится стиле кому-то другой это все вкусовщина но она реально выполнена качественно ну и для тех кто не любит какие-то не натуральные не реалистичные стиле в игре всегда есть настройка где можно все это выключить одной галочкой и все его не будет и у вас танчики будут вражеские ездить в стандартных стилях камуфляжах и все я честно говоря никакой проблемы здесь не вижу почему там некоторые пухтят до сих пор ладно если бы вообще нельзя было это выключить ну и дальше посмотрим на три новых прим танка к в 4 турчанинова надеюсь я правильно сказал это советский тяжелый танк восьмого уровня с автоматом до зарядки на три снаряда если его сравнивать с кого 4 криславского то у него более бронированная башня у него нет лючка на башне у него на 1 увн хуже у криславского 7 а здесь у нас минус 6 также к в 4 криславского намного быстрее там максимальная скорость вперед 40 а у турчанинова 26 также у криславского башня сзади находится у турчанинова посередине также дпм у этих танков и орудия в целом полностью одинаковые одинаковое пробитие базовым снарядом 227 специальным 262 альфа 320 это та же самая пушка которая даже ставится на 274 а но сведение здесь 2 и 6 что намного быстрее чем у криславского точность такая же 038 обзор 350 что на 10 метров меньше чем у криславского броня в принципе похожие 180 лоб корпуса 210 лоб башни что на 10 миллиметров больше чем у криславского но борта на 10 меньше и затылок толще 130 в принципе это очень схожие танки с криславским но этот медленнее больше про броню но также здесь есть еще барабан на три снаряда системы дозарядки у которого перезарядка первого снаряда 12 7 2 11 3 3 8 и 5 вот перезарядка второго снаряда 11 3 это перезарядка криславского у него дпм очень плохой и здесь если стрелять вторым снарядом тоже дпм ужасный но если стрелять третьим снарядом с перезарядкой 8 и 5 то это уже будет хорошие дпм на орудие и под рукой если что всегда будет барабан перезарядка между выстрелами 3 секунды я думаю что этот танчик чем-то может заинтересовать вроде как выглядит неплохо и башня интересная вроде как без лючка но увн и минус 6 градусов это наверно один из главных минусов этого танка 1 а второй главный минус этого танка это максималка всего лишь 26 они 40 как у криславского но криславского легче пробивать поэтому понятно что разница в скорости должна быть но нет настолько в целом будет интересно посмотреть на этот танчик 2 прям танчик 8 уровня который мы посмотрим новые это чарлорд а по 58 выглядит очень интересно такой заниженные м x30 но с очень интересным дульным тормозом и необычным таким корпусом это тяжелый танк 8 уровня и чарлорд так и переводится тяжелый танк урон 400 пробитие 243 основным снарядом 267 специальным это очень много как для прям танка 8 уровня и альфа неплохая но вот пробитие специальным снарядом очень слабо как-то отличается от пробития обычным снарядом неплохая скорость полета снаряда перезарядка 14 секунд это долго время прицеливания 2 и 8 тоже очень долго точность на 100 метров 036 увн и минус 8 вверх 15 все зависит от того насколько этот танк бронированный насколько вы легко пробивать на башне имеется лючок что как бы умножить броню на ноль всегда но лючок можно прятать если все остальное бронированное тем более еще снаряды основной бронебойный а специальный подкалибер подкалибер 267 это общего это туфта на фоне вы башки 243 чисто шо он летит быстрее это всего лишь на 300 метров но чет какая-то голда вообще странная максимальная скорость вперед 40 назад 1640 для тяжа ну в принципе неплохо удельная мощность 15 1500 хп броня корпуса 105 миллиметров vld 70 борта и это как-то немного да вроде как неплохие наклоны на vld нлд большое но его если прятать хотя 8 градусов войны не всегда будет удобно броня башни 210 миллиметров видим что она очень хорошие наклоны имеет 100 миллиметров борта обзор 390 еще зависит от того какая тут стабилизация поскольку сведения прям ужасно 2 и 8 что-то похоже на нормальный танк но смущает перезарядка 14 секунд сведения 2 и 8 у военный минус 8 ни туда ни сюда и корпус но не сказать что бронированный вроде как может быть просто будет нормальный сбалансированный танк так же как и к в 4 турчанина вы тоже вроде чем-то интересный но и минусы есть но на них еще нужно поиграть чтобы понять ну и последний третий танк тст вот это понимаю название три буквы и готова это тоже тяжелый танк 8 уровня 3 тяжа у нас получается советский французский и чехословацкий средний урон 300 пробить основным снарядом 200 24 специальным 252 и мы видим что у всех танков повышенное пробить основным снарядом но очень душное пробить и специальным снарядом у французского тяжа так вообще 243 основным это вообще жесть это как у девятки какой-нибудь пробитие даже у некоторых десяток такое пробитие бывает если сильно не повезет перезарядка 6 и 5 время прицеливания 2 секунды точность 0 45 понятно это вообще как эта точность арты но судя по тому как выглядит орудие этот смешной дульный тормоз с каким-то зонтиком точность понятно скорость полет снаряд это же не особо такая 930 основным 1020 специальным орудие вниз опускается на 8 радусов еще и специальный снаряд под калибр снова но это прям такое себе что-то вот прям танки с упором на фарм основным снарядом но вот на алде особо не понагибаешь максимальная скорость вперед 50 назад 15 вот максималка вообще жесть и удельная мощность 16 5 это жестко это прям какой-то тяж про скорость но точность конечно 0 45 серьезно броня корпуса лоб 80 миллиметров борта 75 карма 75 это прям вообще бумажный корпус но видимо как тяж про скорость лоб башни 210 борта 105 карма 80 но хотя бы башня бронирована видим что на башне лючков особо не видно на башне имеются экрана очень жесткие толстые маска огромная видимо танчик чисто про танкование от башни если карта городская конечно будет грустно но в целом мест потанковать от башни у нас в игре много лючок конечно имеется небольшой но он там где-то сзади от башни находится если через рельеф играть то неплохо но у nfc 8 радусов и обзор 370 очень сильно смущает точность 0 45 это прям ни в какие ворота все остальное вроде смотрится интересно также еще такое изменение в режиме полигон получаемый опыт увеличен в два раза получаемые кредиты на 12 с половиной процентов это не прям сейчас в полигоне изменили это я так понимаю изменения тестируются для того чтобы в следующем патче видимо доработать режим полигон поэтому ждем что в полигоне на рады будет больше но насколько это будет известно в следующем патче вот такие вот новинки на ждут еще в следующем патче выглядит неплохо интересно пишите свое мнение в комментариях сам был арчика рать красиво всем удачного дня пока